Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и в этом видео речь пойдет об одном из важных рынков, фондовом рынке. Я приготовил нечто интересное, что хотел бы вам показать. Это будет не очень длинное видео, всего 3-4 минуты, в котором вы увидите график, который большинство из вас точно пропустили мимо глаз. На этом графике четко видно сигнал, который в последний раз был зафиксирован целых 19 лет назад. Этот действительно экстремальный сигнал стоит вашего внимания, поэтому я попрошу вас поставить этому видео лайк, а также написать как можно больше комментариев, чтобы YouTube его заметил. И тогда больше людей увидят этот секретный сигнал и, возможно, они потеряют деньги на фондовом рынке прямо сейчас. Давайте начнем с того, что фондовый рынок пребывает в состоянии значительного роста на протяжении очень длительного периода времени. К примеру, если мы возьмем месячные свечи, то увидим, что последние 5 месяцев у индекса были зелеными, то есть закрывались ростом. Кажется, что это неостановимый рост, который продолжится. Но теперь я хочу показать вам, что на фондовом рынке произошло нечто, чего не происходило целых 19 лет. Ребята, если у вас до сих пор ничего и никто не убедил, что на фондовом рынке намечается самый настоящий пузырь, то этот аргумент точно убедит. Итак, верхняя часть отображает график курса S&P 500. Это основной фондовый индекс, отслеживающий 500 самых крупных торгуемых на американских биржах компаний. Нижняя часть диаграммы отображает график того, что называется Options Speculation Index. Этот индекс показывает спекулятивные сигналы на покупку в виде процента от общей активности опционов. Этот индикатор стал мне известен благодаря такому человеку, как Джейсон Габберт, автор ресурса Sentiment Trader, где он анализирует настроения и эмоции трейдеров. Кроме того, он изучает и анализирует также и историческую перспективу рынка. Итак, возвращаемся к этому индексу. Как мы уже говорили, он отображает именно сигналы на покупку, то есть бычьи сигналы. И как мы видим, они сейчас находятся на экстремально рекордно высоком уровне. Таких пиков мы не видели с 2000 года. Эпохи великого пузыря доткомов или, как его еще называют, интернет-пузыря. Он также известен как технологический пузырь, пузырь интернет-технокомпаний. Вспомните, что было после того, как этот рекордный уровень индикатора Options Speculative Index был достигнут. Правильно, пузырь лопнул и рынок посыпался вниз. Это произошло в марте 2000 года. Сегодня мы находимся в той точке, когда рынок готов достигнуть этого старого, но не забытого некоторыми людьми рекорда. Он вот-вот его преодолеет, как в 2000 году. Без сомнений, друзья мои, это сигнал присутствия большого пузыря на фондовом рынке. И, к сожалению, мы знаем, чем это заканчивается. Как и пузырь доткомов закончился значительным падением, которое продемонстрировало полное соответствие волнам Эллиота, как ни странно. Но я хочу, чтобы вы поняли. Я ни в коем случае не использую этот сигнал, чтобы доказать вам, что нас ждет значительный, разрушительный и просто нокаутирующий крах уже завтра. Я просто хочу показать вам, что несмотря на продолжающийся рост и то, что толпа находится в оптимистичной эйфории, некоторые технические индикаторы значительно изменились за последние несколько месяцев. И, возможно, я сделаю более подробное видео об этом. Я хочу, чтобы вы, анализируя рынки, помнили одну гениальную фразу авторства Джона Мейнарда Кейнса. «Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность». А значит, даже несмотря на то, что фондовый рынок сегодня экстремально перекуплен, он может оставаться таким еще на протяжении очень длительного временного отрывка. Поэтому не стоит рассматривать этот сигнал как индикатор такого же катастрофического падения, как в 2000-х. Это значит, что мы с вами вполне можем находиться у потенциальной коррекции или же разворота. Поэтому нужно быть очень осторожным сейчас. Рынок находится в растущем канале уже на протяжении почти 4000 дней, начиная 2009 годом. Я хочу обратить ваше внимание, что на данный момент график вылез за пределы верхней границы этого канала. Я указал на этот момент зеленой стрелкой. Также не стоит забывать, что краткосрочный RSI указывает на мега-перекупленность момента. Итак, сейчас график вышел за пределы растущего канала и находится выше него. Также он находится выше канала регрессии. Это еще один индикатор того, что обычно в такой ситуации мы наблюдаем откат. Коррекцию. Откат происходит обычно к середине растущего канала. На данный момент это уровень около 3000. Вот вам два очень ярких примера перед этим в январе 2018 и сентябре 2018. График тоже вышел за пределы растущего канала, при этом имея перекупленный RSI и находясь выше канала регрессии. После чего мы наблюдали откаты как раз до середины растущего канала, которую я обозначил белой линией. Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем мы будем наблюдать некую коррекцию до середины растущего канала, а затем обратный отскок вверх. Да, толпа сегодня настроена очень оптимистично по отношению к фондовому рынку. Но я показал вам, почему сейчас нужно быть очень осторожным. Спасибо за просмотр и за твой лайк. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. Скоро увидимся в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»